Значит, ну уж раз мы пошли по региональной политике. Мэр Шадринска, значит, у нас стал известен благодаря тому, что получил премию в 172 тысячи рублей. Эти деньги предназначались для города. Правительство направило, правительство Курганской области, где находится город Шадринск, направило деньги в город, чтобы сбалансировать местный бюджет. Но депутаты местной думы согласились выплатить деньги в размере вот этой суммы 172 тысячи мэру Антону Мокану за его работу в 2022 году. Местные прокуроры потребовали отменить это решение, но почти все депутаты, значит, решили оставить премию у мэра. Вот такая вот забота, значит, о мэрах. Слушайте, ну, законодательная, исполнительная власть, разные ветви власти в нашей стране, призванные изначально, как это, законодателями, как мне видится, как они себе это представляли, должны уравновешивать эту систему, где законодательная власть и представительная демократия, представители общества, избранные на общих открытых выборах, должны контролировать мэров, губернаторов, должны всех этих руководителей ведомства, министерств, должны держать их в узде, спрашивать за их работу, заслушивать о их провалах. Но одна из самых, я бы сказал, непоправимых проблем для этой системы, то, что вот эта система сдержек и противовесов упразднена. Системы слились в едином экстазе, преследуя для себя общую цель – обогатиться, получить себе гарантии безопасности, избавиться от каких-либо претензий, проблем, просто задушить, затоптать какие-то общественные институты, которые со стороны общества могут создать проблем, огласку или, тем более, какие-то правовые последствия. И вот, собственно, депутаты, представляете, которые почему-то поддерживают мэра, несмотря на то, что идет нарушение законодательства. Слушай, ну, я прошу прощения, я просто не это самое забыл сказать о том, что это не самое прикольное. Этот скандал длится уже почти год, даже больше, потому что в 21-м году этот же самый мэр получил премию в 400 тысяч рублей. Но там все еще круче. Он получил их за 11 дней работы на посту. Ух ты, какой эффективный менеджер, да? Эффективный или жуликоватый какой менеджер. Почему депутаты так топят? Не только потому, что они, собственно, все из одной партии и у них одна цель, а потому что в ответ они получат такие же ништяки и благодарности от исполнительной власти. В тот момент, когда нужно будет заложить средства на их содержание, да, или там увеличить расходы на их аппараты функционирования, собственно, исполнительная система, которая эти бюджеты предлагает, их не забудет. Когда нужно будет там где-то, условно говоря, их личные интересы, помимо зарплат, у кого-то там есть подрядная организация, есть какие-то родственники, какие-то там карьерные амбиции, все система будет вот таким вот, такой взаимовыручкой заниматься, да, рука руку моет. И на этом примере, собственно, не на этом, на подобных примерах, этот я не удивлюсь ни на секунду, в том числе, да, аналогичный тому, что я сейчас говорю, но в целом система функционирует именно так, да. Если бы мэры выбирались на всеобщих открытых выборах по всей стране, ситуация была бы одна. Мэры были бы действительно во многом независимы, потому что они не зависели бы от воли правящего господина. А если мэры назначаются из числа депутатов большинством, проголосовавших за эту кандидатуру, то здесь уже вопросы к правительству, да, к идеологическому, внутриполитическому блоку того или иного региона, где будут не просто этого человека выбирать, а выбирать по определенным критериям, и профессионализм здесь не будет никакой роли играть. Здесь скорее будет лояльность, управляемость, ожидаемость, насколько этот человек доверенный, насколько он будет прислушиваться к тем командам, которые будут спускать сверху. И здесь вопрос управляемости, да, насколько человек самостоятельный. Да нифига он не самостоятельный, а значит у нас основное освоение бюджетных средств будет идти в интересах этих господ, а значит деньги будут тратиться неэффективно, значит в несколько раз дороже будут обходиться те услуги, которые можно купить по гораздо более сдержанной цене. И вот собственно так и функционирует вся эта система. Мы должны добиться реформы местного самоуправления, отойти от назначения в пользу выборности глав и руководителей муниципалитетов, мэров и так далее. И если выборы будут честны и открыты, если контролировать их будет каждый, кто захочет, если ответственность для фальсификаторов будет неизбежна, если общество получит механизмы влиять на эти процессы, в том числе воздать тем, кто преступил закон, в этом случае да, у нас будут честные, справедливые представители народа и в собраниях депутатов, советов депутатов и в исполнительной власти. Здесь, я считаю, будет только сплошной плюс. Если мы посмотрим с вами на аналогию с советским государством, там не было разделений на законодательную и исполнительную власть, и те, кто законопринимал, их же и реализовывал. Сейчас, посмотрите, в случае возникновения какой-то спорной ситуации, министры пеняют на депутатов, депутаты пеняют на министров, а там параллельно еще есть различные комитеты, есть различные департаменты, различные ведомства. И вот этот бесконечный круг чиновников друг к другу футболит, чья же это вина? Министерство просвещения или Министерство образования? Или здесь на уровне регионов недоработали? Или здесь, значит, прокуратура плохо контролировала? Ну и вот этот футбол мы видим с вами на протяжении 30 лет. А страна деградирует, социальная сфера разрушается. Средства, которые должны идти на удовлетворение интересов общества, достаются самым отвратительным жуликам. Не потому, что они их заслужили, а потому, что они имеют возможность эти интересы, значит, пролоббировать и поставить над всеми другими проблемами. Так это хорошо, если хотя бы, хотя бы мэра выбирали бы из числа депутатов. Но, как правило, у нас депутаты выбирают вообще левых людей. Даже вот в Саратской области, да, у нас ни Лада Макроусова, ни Саев, они не были, собственно, депутатами. Их просто со стороны привели, сказали, во, хотите депутаты, вот за этого голосуйте. И ты никогда этого не предугадаешь.